Она только носки не стирает и не сидит с вашими детьми, как будто у вас был утренний секс и вы будете орать как сучка и немного Потому что люди будут ненавидеть и слать вам лучи поноса, чтобы вы сдохли Хей, всем привет, меня зовут Марк, да, я сегодня кашу немного под Ре и Чарльз и вам придется терпеть это ближайшие пару видео, потому что у меня сегодня выходной Но при этом меня продуло, у меня болят жутко глаза, я не могу смотреть на свет и в общем какой-то трендец Я давно говорил, что мои видео надо слушать, а не смотреть, потому что картинка со мной особо не меняется, а вот все остальное может быть вам полезно Если не нравится, не смотрите, к сожалению я не могу сейчас без этих очков записать видео, потому что мои глаза ужасно болят Итак, сегодня тема нашего видео самый дешманский уход Не так давно бренд Стеллари запустил свою линейку ухода, которая называется Skin Studio Я спрашивал вас в инстаграме, интересно ли вам послушать про этот уход И 98% сказали да И было куча комментариев, где люди просили обзор на эту линейку Вдобавок ко всему прочему, после моего видео с фаворитами на бюджетные средства Многие говорили о том, что ой, но это не очень бюджетно, это косметика класса Middle Не существует косметики класса Middle Это придумали исключительно в нашей стране, в связи с тем, что появился супер дешевый уход Ну то есть ниже понятие бюджетной косметики, это а-ля чистая линия и белорусская косметика А также тонны уходовых средств Алиэкспресс, которые наши женщины реально покупают К моему великому ужасу А потом вот эти восхитительные истории, ой, у меня слезла кожа, ой, у меня пигментные пятна, ой, у меня ебать текстура и так далее Когда Стеллари запустили свою линейку ухода, я подумал, ну ладно, это можно намазать на свое лицо Потому что мы можем быть точно уверены, что там не яда, химикаты и не средства для мытья посуды Поскольку Стеллари это часть гигантского косметического концерна У этого бренда невероятно огромные объемы, сопоставимые реально с каким-нибудь там L'Oreal и Garnier, которые продаются по всему миру Потому что бренд Стеллари эксклюзивно представлен в магазинах Magnit, которые есть просто, мне кажется, в каждом городе России И для всех тех, кто доебывается до меня, что я показываю средства, которые нужно заказывать из-за границы и осваивать английский и делать заказы на иностранных интернет-магазинах Это видео специально для вас У них такие гигантские объемы, которые действительно позволяют минимизировать цену Я не очень верю в супер дешевый уход, а-ля белорусская косметика Потому что от нее у тотального количества людей различные реакции на кожу, различные реакции на глаза Я, например, точно так же ходил в очках, когда я последний раз решил попробовать белорусскую тушь И я думал, что у меня вывалится глаз Поэтому я такое не могу рекомендовать никогда И я такое настоятельно не рекомендую пользоваться И в моем понимании, насколько же надо себя ненавидеть, чтобы мазать, ну, такое днище на свое лицо Многие жаловались после видео про бюджетные фавориты о том, что бюджетный уход не такой уж и бюджетный Хотя средства тех брендов, которые во всем мире считаются бюджетными, доступными Просто у нас образовался вот этот странный класс супер дешевой косметики Несопоставимый с реальными ценами на производство И совершенно несопоставимый с какими-то приличными ценами на ингредиенты Плюс я прекрасно понимаю, что объемы той же самой белорусской косметики Ни при каких обстоятельствах не позволят минимизировать цену И как-то раз мне написали о том, что, ой, я пользуюсь тональником белорусским за доллар У меня была просто надежда о том, что там картошка и земля в составе Потому что то, что можно произвести на доллар, меня ужасает Поэтому такое я не рекомендую мазать на живых людей Линейку Stellaris тестировала не только я, но и вся моя команда Для того, чтобы составить какое-то полноценное мнение И да, будут те моменты, до которых я не буду доебываться в этих средствах Потому что я тестировал эту линейку с позиции увидеть хоть какой-то результат Чтобы это было не просто говно в банке Я не буду сознательно сравнивать эти средства с люксовым уходом Потому что очень много мелочей, до которых очень сильно хочется доебаться Просто потому, что ты знаешь, что если ты купишь крем на порядок дороже, к нему не будет никаких претензий Потому что очень много нос пометкой на то, что это дешман Что это не люкс Потому что если вы купите люкс, там не будет дешманской отдушки, которая будет вас бесить Там не будет странного запаха коллагена и так далее Всего у Стеллари вышло три линейки Это линейка Гидроген, это линейка Суперфуд и линейка Эйджлесс Одна увлажняющая, вторая с кислотами для сияния кожи И третья линейка антивозрастная У меня ко всем трем линейкам слишком много вопросов И мы будем их сейчас с вами обсуждать Мицеллярная вода Деликатное очищение Активное увлажнение Водородная вода для всех типов кожи Эта мицеллярная вода деликатная Очень деликатная Очень, очень деликатная Настолько деликатная, что не смывает ни черта Я просто не знаю, какой пылью и грязью надо краситься Чтобы вот эта мицеллярная вода что-то смывала с вашего лица Никакие стойкие подводки Никакую тушь Никакие средства для губ стойкого сегмента То есть все, что нельзя стереть просто проведя пальцем Эта мицеллярная вода не смывает В общем, просто-напросто это вода, которая смывает ничего Зато у этой бутылки гигантский объем Но эффективность средства нулевая Просто в мицеллярной воде должны быть такие вещества, как мицеллы Мицеллы это то самое, что притягивает макияж и грязь И то, что позволяет вам смыть его с лица Так вот, это средство не смывает ничего И еще до кучи это средство очень странно пенится В моей жизни пенилось только Гарниер и Лориаль Обе из которых я не люблю Которые еще до кучи жгли глаза Это хотя бы не жжет глаза и вы от нее не умрете Но макияж вы не снимете Следующий продукт, тоже из линейки Гидроген Молочко для снятия макияжа Деликатное очищение, активное увлажнение и аминокислоты в составе Господи, откуда же вы высрали молочко для снятия макияжа в 2020 году? Просто молочко для снятия макияжа Это, знаете, далекий миф из детства детей 90-х Потому что тогда молочко это было Ну, актуальное средство для снятия макияжа Да, оно практически ничего не смывало И оно не давало никакого эффекта на лице Так вот, это молочко охренительно Охренительный способ сделать вашу кожу херовый Потому что что делает молочко? Если оно работает, то оно за счет масляных компонентов Немного размазывает макияж по вашему лицу Но ни хрена не смывает Никакие карандаши из межреснички Никакой тональник или бибикрем из пор Ни хрена оно не смывает И ваша кожа будет засрана, как не знало что И ваши прыщи будут счастливо появляться С каждым новым днем использования этого средства А добавление увлажняющих компонентов В средство, которое недостаточно смывает макияж Будет просто усиливать эффект То есть вы растерли макияж Попытались что-то там смыть А увлажняющие компоненты помогли оставшимся бактериям Остаться на вашей коже И это гребаный пиздец Который нельзя в 2020 году продавать людям Потому что люди будут ненавидеть И слать вам лучи поноса, чтобы вы сдохли Короче, средство, непригодное к современным реалиям Не смывает макияж И это не попытка сделать тающий гель, например, как у Берре Или какие-нибудь очищающие бальзамы, как у Клиник или Эмм Харди Это такой взгляд из прошлого Плевок из юности вашей бабушки Ну, не знаю Единственное нормальное средство для снятия макияжа во всей линейке Это двухфаска Двухфаска реально приличного вида Она реально хорошо смывает Сейчас мало кто пользуется двухфаской Но я продолжаю ей пользоваться Потому что люблю очень стойкие текстуры Если нужно что-то где-то поправить Двухфаска всегда идеально с этим справляется Единственный момент, что пропорция масла и жидкости в этой двухфаске Не очень хорошая В плане того, что если вы будете недостаточно сильно встряхивать эту бутылку Масло у вас может закончиться раньше, чем сама жидкость В какой-то момент вы будете просто тереть этой водичкой А водичка без масла не работает Посильнее встряхиваем бутылочку Реально смывает все, что нужно Любые стойкие помады, стойкие подводки, стойкие тинты, кремовые тени Классная вещь и стоит очень-очень сильно дешево И найти можно в любом соседнем магазине Магнит Прямо пойдем по этапам дальнейшего ухода Это увлажняющий крем-гель для умывания Деликатное очищение, активное увлажнение Опять это странная водородная вода Для сухой и чувствительной кожи Я не могу гарантировать, что это средство подойдет для чувствительной кожи Поскольку, ну, чем дешевле компоненты, тем меньше они, например, очищены И сказать стопудово, что это для чувствительной кожи, я не могу Это мягкое очищение Это средство оставляет приятное, увлажненное ощущение на коже Но по какой-то непонятной причине здесь написано, что оно бережно удаляет макияж Средство для умывания не должно удалять макияж Особенно стойкий макияж Не ждите от него этого И умывание это этап, следующий за демакияжем А не вместо него Поэтому, когда мне рассказывают о том, что надо умыться пеночкой, чтобы снять макияж Это какая-то чушь Вы будете просто тереть сильнее ваше лицо Но демакияж, вероятнее всего, не произойдет Особенно от увлажняющего средства Средство приятное, доступное Ощущает кожу и оставляет увлажненное ощущение Почему бренды очень часто несут эту чушь о том, что пенка должна смывать макияж Может быть какие-то остатки макияжа, да Если вы умывались гидрофильным маслом То уже гидрофильное масло все растворило Вы просто смываете его с вашего лица Но как бы тут речь не идет о том, что и спор будет пенка выхерачивать ваш тональник Всегда помните об этом Демакияж это пункт номер ноль Первый этап это очищение Увлажняющий тоник Деликатное очищение Активное увлажнение Водородная вода Что, блядь, за нахрен Водородная вода Это чушь, которую придумала одна компания Которая продает воду в бутылках с надписью водородная По-моему, это какая-то чушь Которую они до конца не додумали Дальше вопрос Почему на упаковке написано, что это средство для очищения Тоник не делается для очищения Вы уже использовали средство для макияжа И у них еще заявлено, что пенка смывает макияж Хрена ли нужно еще тоником очищать вашу кожу Тоник восстанавливает баланс вашей кожи Восстанавливает липидный слой Причем тут очищение Но самое важное в этом тонике является то, что у меня есть стойкое ощущение Что это такой же раствор, как и мицеллярка Потому что делает он ничего Такое ощущение, что вы просто водой трете лицо Это не тоник Увлажняющий тоник выглядит не так Я уже молчу, что оно не успокаивает Не делает вам какие-то приятные ощущения Не смягчает кожу Ни хрена не делает Просто водичка из бутылочки С таким же успехом вы можете просто побрызгать себе в лицо водой Или мочить 100-рублевые купюры и протирать ими лицо Хотя там слишком много бактерий Я не вижу ни малейшего эффекта от этого средства Даже если вы нальете целую ванну и нырнете в нее Никакого увлажнения, ничего Следующий этап это капсулы Капсулы во всех этих линейках заменяют этап с сывороткой Идея капсул, явно спизжена у столетней давности капсул Элизабет Артен Сейчас очень много люксовых брендов делают эти капсулы Например, Эко Кукинг делают эти капсулы Очень классные Но стоят они дорого Потому что производство вот этих отдельных капсул Делает производство немного дороже Вообще я не знаю других бюджетных капсул С сывороткой для вашего лица Значит, конкретно из линейки Гидроген Вот так они выглядят в упаковке Это у меня вскрытое Капсулы на основе коллагена Формула концентрат для глубокого увлажнения Одна капсула, одно применение И это, блять, просто охренительная вещь Во-первых, это стоит дешево Да, одной упаковки вам, по идее, хватит на неделю Но это все равно очень-очень бюджетно Это такая ударная доза увлажнения Чем вообще отличаются капсулы от обычной сыворотки? Во-первых, это самая гигиеничная упаковка в вашей жизни И самая безопасная для продукта То есть никакие компоненты из этой сыворотки не выветриваются Плюс отличительная особенность капсул заключается в том, что средство в них является ультраконцентрированным То есть это концентрирование, чем сыворотка То есть сюда впихивают максимум Они не идеальны в плане того, что, например, вы чувствуете запах коллагена Убрать запах какого-то компонента из средства Это очень дорого И преимущественно только люксовые бренды могут себе это позволить Поэтому вы чувствуете легкий запах коллагена Но вы его чувствуете только в момент нанесения И да, просто так рукой оторвать хвостик от капсулы сложновато У Элизабет Орден с этим получше Но ничего, откусите Сама капсула сделана из такой же оболочки, как делаются у таблеток Потому что, если что, эти капсулы можно растворить под водой Увлажняющие капсулы Самые универсальные из всех Ударная доза увлажнения И работают прям моментально Единственное, что я бы, наверное, рекомендовал Между кремом и нанесением капсулы Сделал перерыв хотя бы 5 минут Чтобы этот концентрат успел впитаться Следующий этап из этой линейки Это увлажняющий крем из линейки Гидроген Это самый универсальный крем из всей линейки бренда Есть дневная и ночная версия У него очень приятная текстура Похожа на Water Cream версию от Нитроджина Не Water Gel Чуть более плотная, но очень приятная В составе низкомолекулярная гиалуроновая кислота и аминокислоты Крем приятно увлажняет кожу На нем ничего не скатывается Не могу сказать, что у него экономичный расход Но цена слишком сильно капец бюджетная Очень приятное ощущение Кожа действительно увлажняется Особенно круто работает в паре вместе с капсулами В ночной версии крема содержится дополнительно коллаген Который делает формулу более интенсивной Это был тот приятный момент, когда бюджетный бренд Подумал все-таки о людях Подумал о том, что этими средствами будут пользоваться реальные люди Дополнительная доза коллагена в дневном креме Грозит вам тем, что у вас нахрен с него будет скатываться любой тон Потому что сам коллаген достаточно жирный компонент И они оставили его только в сыворотке Которую вы сверху закроете кремом дневным А вечером вы добавите дополнительную дозу коллагена Для того, чтобы восстановить вашу кожу И также в линейке гидроген есть две маски Во-первых, это бабл маски Ноги у которых явно растут от бренда Glam Glow Прям очень сильно похожи У них очень похожие составы Но я не фанат ни той, ни другой версии Вот такие бабл маски Это неполноценный ритуал очищения кожи Бабл маска охренительно распаривает ваше лицо И подготавливает к очищающей маске То есть эту маску вам нужно использовать Но вместе, например, с какой-то интенсивной глиняной очищающей маской Вы сделали это, распарили все поры Дальше вы нанесли очищающую маску Которая очистила и стянула Здесь есть компоненты, которые немного очищают ваши поры Также за счет Центеллы в составе маска Немного убирает красноту И делает цвет лица более здоровым И эта маска мне нравится больше, чем версия от Glam Glow Потому что та, ну, прям совсем древняя И делает минимум Маска хорошая, но я бы ее все-таки сочетал Вместе с интенсивной очищающей маской Если вам нужно небольшое очищение на каждый день То эта маска идеально подойдет Тем более стоит она супер дешево И вторая маска, которая мне очень понравилась Хорошая увлажняющая базовая маска На основе гиалуроновой кислоты Если вы помните, что я говорил о том Что я не люблю из линейки Hydro Boost от Nitrogen Увлажняющую маску Потому что она по ощущениям просто мокрая тряпочка Не уверен, что там вообще есть какие-то активно действующие ингредиенты Здесь прям вот моментальное действие увлажнения Вы испытываете прям приятный увлажняющий эффект Как будто ваша кожа попила воды Классная маска и достаточно вменяемая форма для человеческого лица Именно от этой маски вы можете ощутить эффект Вау, что ваша кожа увлажнилась прямо сейчас И такие маски можно включить в ваш регулярный уход Это будет прям действительно классная помощь в увлажнении кожи Дальше мы переходим к линейке Superfood Ультрамягкий гель для умывания Витамин С и фруктовые кислоты А брехня начинается с первой надписи Не может быть ультрамягкий гель для умывания В котором в составе, блять, есть кислоты Кислоты ультрамягкие уже не мэтчатся Наличие кислот сразу убирает людей с чувствительной кожей Из списка клиентов этого средства Потому что средство хорошее Оно правда хорошее Но оно не для чувствительной кожи Если у вас чувствительная, раздраженная кожа Это средство вам не подойдет Это средство оценят в первую очередь Обладатели жирной кожи с расширенными порами Например, также оценят обладатели проблемной кожи Потому что хорошее очищение до скрипа Это средство помогает балансировать выделение себума Я обожаю витамин С в составе уходовой косметики Потому что это всегда очень эффективно Но сказать, что оно для любого типа кожи Это неправда Также в составе есть экстракт ягод асайи Собственно, отсюда и витамин С И также масло авокадо, что делает эту умывалку комфортной То есть, несмотря на то, что она отмывает до скрипа Она не оставляет ощущение пересушенности на коже Так что умывалка правда хорошая Дальше гидрофильное масло и немного Гидрофильное масло на основе масла виноградной косточки Для всех типов кожи Ну окей Самим производителем заявлено, что это средство Нельзя использовать на глаза Нахрен мне использовать гидрофильное масло Еще отдельно смывать чем-то глаза Я не знаю Мне было бы впадлу Не знаю, как вам Потому что для меня, как гидрофильная сыворотка Биаре Не знаю, куча моих любимых гидрофильных масел Ты намазал и смыл нахрен все Я не хочу отдельно смывать лицо И отдельно смывать глаза Это просто лишний этап, который не нужен вам Я попробовал смыть им с глаз Правда, не надо, потому что глаза раздражают Это средство Не самое хреновое гидрофильное масло в моей жизни Но у меня такой список хороших, доступных гидрофильных масел Что это просто ненужный этап Плюс это все-таки гидрофильное масло И после него нужно обязательно умыться Поэтому нет Следующий этап это лосьон пилинг Ультрамягкий лосьон пилинг с фруктовыми кислотами Блять, кислоты ультрамягкие Обожаю вот это вот Если у вас чувствительная или ультрасухая кожа с шелушениями Вам такое противопоказано Потому что вам будет щипать и вы будете орать как сучка В составе АХ кислоты и мой главный вопрос к бренду Стеллари И просто гигантский вопрос Какого хрена, имея линейку с кислотами Имея линейку с ретинолом Ни в одном вашем средстве нет, блять, SPF Ни в одном Ноль Никакого диоксида титана Ничего Я перечитал все составы в надежде хотя бы увидеть намек на солнцезащитные компоненты Но, увы, их нет Это средство хорошо подойдет жирной коже А также для борьбы с комедонами Это средство немного отсылает нас к лосьону от Holy Land Который помогает бороться с комедонами, закупоркой пор Средство хорошее Но чтобы его использовать, вам нужно обмазаться нахрен SPF Потому что люди, по-моему, перестали бояться меланомы Новой пигментации То есть вы как бы делаете все, чтобы ваша кожа стала лучше Потом выходите на солнышко И здравствует как минимум пигментация С которой потом вам придется бороться с следующим средством И получается какой-то замкнутый круг При котором у вас никогда не будет хорошей кожи И также использование кислот и выход на солнышко Грозит вам как минимум ожогом Средство правда хорошее Здесь витамин С, фруктовые кислоты Здесь хотя бы уже указано для комбинированной и склонной к жирности кожи Идеально это оценит прям вот обладатели комедонов, жирной кожи, проблемной кожи Потому что оно прям хороший кислотный тоник Приличный Я вообще боюсь дешевых кислот Потому что дешевые кислоты, значит, они плохо очищены Я чаще всего рекомендую какие-то бюджетные средства Стараюсь избегать средств, в которых в составе есть кислоты Дешевое сырье это опасно Хотите рисковать, рискуйте Потому что очень много сейчас стало реально дешевых средств кислотами Малоизвестных брендов, которые не делают миллионные партии И мне реально было бы страшно Хотите рисковать? Пожалуйста Многим кажется стеллари полной ерундой Но как бы стеллари часть огромного холдинга Поэтому их средства явно безопаснее Средств той же ценовой категории Из не пойми какой провинции Китая Я бы на вашем месте не рисковал Это хотя бы реально безопасно То есть вы от этого не умрете Но никогда не забывайте про SPF Дальше в этой линейке тоже есть дневное и ночное средства Sleep and Peel Это ночной пилинг Который они рекомендуют использовать как крем Мультиактивный крем для обновления кожи Аха, кислоты и витамин С Бля, ребят, это не просто крем Это прям интенсивный ночной пилинг Который полностью снимает верхний слой кожи с вашего лица В хорошем плане То есть это средство хорошо обновляет кожу Делает ее более гладкой, более чистой, более ровной Это явно не для регулярного применения То есть это можно использовать как ночную маску Раз в несколько дней Или кому-то даже раз в неделю Для того, чтобы обновить и очистить кожу Но явно не на каждый день Средство очень интенсивное То есть это средство не должно быть кремом Это средство должно быть ночной маской Которую вы используете время от времени Для очищения вашей кожи Просто я ждал, что вот в следующем средстве Это Daily Glow Ultra Moisture Cream Активный крем для сияния кожи Этот крем вообще идеальная история для ультра сухой кожи Этот крем действительно балансирует то, что в ночной версии есть кислоты То есть он такой очень восстанавливающий Очень питательный Но в нем нет ни капли SPF И как бы вам нужно что-то с этим делать И людям, и компании Stellar в том числе Средство очень классное Оно менее универсальное, чем средство из линейки Hydrogen Потому что оно все-таки с сиянием И, например, обладатели жирной кожи его не оценят Оно дает такой healthy, sexy glow эффект Ваша кожа такая здоровая Как будто у вас был утренний секс Прям очень классно выглядит лицо с ним Конечно, вы должны понимать, что у всех этих средств дешевая душка Что вы хотели за такую цену? Но меня поразило И это, наверное, моя самая любимая версия из всех Потому что моя сухая кожа была очень сильно довольна И выглядела красиво Здесь в составе тоже масло авокадо Здесь есть коллаген в составе Это ультра такой питательный восстанавливающий крем Также в этой линейке есть аналогичные капсулы С витаминами А, Е Почему они в сыворотку не добавили витамин С? У меня вопрос Ну, неважно Голубая версия самая базовая Если у вас жирная кожа, сухая кожа Эта версия сыворотки подойдет чувствительной, сухой коже Для тех, кто любит более влажный эффект А-ля натуральной кожи Для тех, кто не любит суперматовое лицо Очень понравились капсулы из этой серии Капсулы бюджетные Да, они все пахнут коллагеном Но эффект от них действительно моментальный, ударный и очень классный И также в этой линейке есть два средства для кожи вокруг глаз Это крем, интенсивный увлажняющий крем для сохранения молодости кожи Здесь также в составе есть экстракт ягод Асай, он же витамин С, масло авокадо и коллаген Они очень хотели сделать крем с авокадо от Kiehl's То есть сделать его питательным, увлажняющим Я не могу сказать, что это аналоги друг друга Но из бюджетных средств это прям вот приятный крем Приятный Хорошо увлажняет кожу Здесь написано, что он борется с первыми признаками старения Нет, второй крем борется с первыми признаками старения Этот крем подойдет максимальному количеству людей То есть для увлажнения, для освежения, для базового ухода за зоной вокруг глаз Хорошая вещь И вторая история Это патчи 30 штук против признаков усталости кожи Эти патчи реально подходят даже людям с очень чувствительными глазами Потому что, например, моя Анечка Стоцкая Которая большую часть патчи вообще не переносит Ей все раздражает глаза Сказала, что ей очень сильно понравилось Мне тоже понравилось В плане приятного увлажнения И хорошего освежающего эффекта на зоне вокруг глаз Там, где есть синева Они действительно помогают эти патчи Это тканевые патчи, не гидрогелевые В связи с этим они достаточно быстро высыхают Но средство успевает подействовать Если вы откроете эту пачку и не будете использовать Они могут высохнуть Ну, потому что дешевая упаковка Поэтому открыли пачку и юзаем патчи Glow Skin маска из этой же серии С экстрактом ягод Асай Гиалуроновой кислотой Я не знаю Как по мне, эта маска так себе То есть на фоне вот этой маски Она какая-то мокрая тряпочка Ну, то есть я ожидал, что мне вот это больше понравится Потому что здесь и гиалуроновая кислота И витамин С И вообще все То есть я меньшего ожидал от этой маски От этой я ожидал больше Потому что вся линейка такая обогащенная Кучей полезных компонентов Все так классно Ну, чуть более свежий вид лица Ну, то есть я лучше использую вот эту Потому что она более ударно увлажняет То есть я считаю, что просто использование этой маски не оправдано Она не дно, но вот голубая прям огонь Третья линейка, это линейка Ageless Это антивозрастная линейка Я не верю в дешевый антивозрастной уход Поэтому если вы все-таки выбираете средства с ретинолом Как средства борьбы с первыми признаками старения А именно так я считаю нужно позиционировать эту линейку Это никогда ваше лицо 60 лет не видело крема И тут как бы вы намазали и омолодились Да, это средства эффективные в борьбе с первыми признаками старения Средства, которые помогут поддержать вам молодость кожи в зрелом возрасте Но это средства не пластическая операция И не подтяжка лица На всех средствах линейки Ageless написано для зрелой кожи Странные пометки Что это, блин, стали за пометки на банках для зрелой кожи? А то есть если ваша зрелая кожа с сосудами и дохуя чувствительная То как бы вам нельзя это все Ну то есть если у вас сосудистая сетка То средства с ретинолом вам нельзя использовать Вообще Потому что вы только усугубите ситуацию Эта линейка реально хороша для борьбы с первыми признаками старения Когда вы увидели у себя уже какие-то там морщинки И хотите уже что-то поправить Да, если у вас там мама, но она не готова тратиться на уход И вы хотите помочь ей просто поддержать ее красоту Такие средства станут хорошим подарком для того, чтобы она пользовалась Потому что здесь есть средства, которые реально работают Но это не поход к хирургу Вы должны об этом помнить От реально глубоких морщин, когда вы никогда ничем не пользовались Эти средства уже не помогут Да, они освежат, омолодят и поддержат Кому реально подойдут эти средства? Ну, естественно, увядающие кожи при первых признаках старения Также для тех, у кого приобретенная пигментация Причем не только возрастная пигментация Но и, например, постакне Потому что ретинол это один из способов борьбы с постакне Также эти средства хорошо подойдут для людей с приобретенной текстурой Когда есть рельеф, от которого хочется избавиться Ретинол хорошо обновляет кожу И очень многие косметологи после того, как вы вылечили акне Рекомендуют средства с ретинолом В первую очередь я хочу рассказать про вот эти патчи Патчи гидрогелевые Против морщин и темных кругов под глазами Внутри вас ждет две пары патчей Очень хорошие патчи, если у вас в силу возраста появилась пигментация на зоне вокруг глаз Многие это замечают с возрастом Особенно у восточного типа женщин такое появляется часто Когда там просто потемнение Не из-за того, что у вас там синева А именно пигментация Эти патчи хорошо убирают эту пигментацию Плюс мелкие морщины за счет ретинола Они сглаживаются И эффект действительно очень крутой Также в составе есть полипептиды, которые позволяют вам сразу немного восстановить кожу Потому что кислоты это снятие вашего верхнего слоя кожи А полипептиды помогают восстанавливать Тканевая маска из этой серии Омолаживающая тканевая маска 9 в 1 Прости господи Активный лифтинг, разглаживание мелких морщин Выравнивание рельефа кожи Восстанавливает, увлажняет, питает Придает сияние, улучшает цвет лица Борется с пигментацией Защищает от негативных внешних факторов окружающей среды Господи, она только носки не стирает и не сидит с вашими детьми Маска и патчи из этой серии мне понравились просто больше всего Потому что они дают моментальный эффект свежей, молодой, отдохнувшей, здоровой кожи Правда, я просто надеюсь, что в них хотя бы концентрация ретинола пониже И вы не забудете намазать на себя SPF Я просто всегда очень боюсь рекомендовать средства с ретинолом Я видел много последствий неправильного использования кислот и ретинола Женщины облизали как змеи Это не опасно Ретинол и кислоты можно использовать даже летом Если вы используете SPF и используете его правильно Маска сделана на основе коллагена и ретинола Моментальная свежесть, подтяжка, более здоровый цвет лица Она осветляет лицо Это то, что очень часто любят женщины в возрасте, когда цвет лица светлее становится Я не очень люблю, я не люблю, когда я похож на мертвый труп Но короче, она за счет этого осветления убирает возрастную пигментацию Также капсулы с ретинолом В составе ретинол, полипептиды, коллаген, ниацинамид, масло органы, масло авокадо и масло винограда Очень сильный эффект омоложения Одновременно увлажняет, разглаживает мелкие морщины, убирает пигментацию Хорошо работает Капсулы это вообще самая хитовая их вещь Я думаю, я почти в этом уверен, что многие оценят эти капсулы Эти капсулы будут хитом продаж Стоят они очень доступно Капсулы действительно очень эффективные Да, они очень странно пахнут Очень странно, немного холодцом Но это коллаген так пахнет Хотите, чтобы ничего не пахло, купите Элизабет Арден Элизабет Арден стоит как крыло самолета Дальше осветляющий лосьон Осветляющий лосьон, видимо, менее концентрированный, чем маска Потому что хорошо осветляет он только автозагар или краску, если вы брови красили Потому что у него очень медленный эффект осветления пигментации, если она у вас есть Автозагар хорошо смывает Два главных средства из этой линейки Это дневной и ночной крем Почему в дневном креме нет SPF? Есть бренд, который называется Retinol У него в составе дневного крема адское количество SPF и куча компонентов Очень восстанавливающих кожу Потому что все остальные средства с ретинолом ее как бы обновляют А тут нужно что-то питательное и солнцезащитное И вот вы боретесь с пигментацией Используете этот тоник с ретинолом Используете маску с ретинолом Крем с ретинолом Выходится на солнышко И вашей пигментации становится нахрен больше Это неправильно Я бы оставил крем с ретинолом ночной Который будет действительно обновлять вашу кожу Омолаживать ее Он дает эффект лифтинга Но не такой, как многие хотят Когда, ну знаете, крем с пола поднимает лицо Это не такой крем Этот крем, который немного подтягивает вашу кожу За счет уплотнения Это хорошо работает Но это никогда все пиздец Это не последняя инстанция в вашей жизни Мне бы очень хотелось, чтобы вот этот крем Стал кремом с SPF Потому что у него хороший восстанавливающий состав У него легкая текстура Сияющий финиш Что очень хорошо для, например, зрелой кожи Когда появились мелкие морщины Лишняя матовость будет их подчеркивать А это на ночь Обновляете, восстанавливаете Все очень логично и все очень классно И последнее средство Age Repair Интенсивный антивозрастной крем для зоны вокруг глаз Это не лучший вариант, если вы носите линзы У вас чувствительные глаза Он борется с пигментацией зоны вокруг глаз Но очень слабо увлажняет У него значительно более легкая текстура Которая недостаточно увлажняет для зрелой кожи, например То есть его нужно обязательно сочетать с чем-то более питательным Если у вас ограничен бюджет То я рекомендую взять этот Как ночной крем для зоны вокруг глаз И из линейки Superfood Крем как дневной Тогда это будет работать хорошо Потому что там увлажнения достаточно А это поможет бороться с морщинами и пигментацией Вот такая вот линейка Ухода от Стеллри Что мне понравилось? На первом месте мне понравились капсулы Увлажняющие, максимально базовые Для более сияющей кожи Для более сухой чувствительной кожи Рекомендую версию оранжевую Из линейки Superfood И, конечно, антивозрастные Патчи мне понравились как и Superfood Так и Ageless Они просто must have Маски Голубая Бабл маска И также антивозрастная маска Они самые интенсивные Также увлажняющие средства для сияния кожи Крем для зоны вокруг глаз с авокадо Максимально будут полезны тем, у кого сухая кожа Антивозрастная линейка Средства, которые помогут поддержать вам молодость кожи Конечно, очень базовый крем увлажняющий Именно из линейки Гидроген Он подойдет просто тотальному количеству людей С ним можно не волноваться за то, что у вас жирная, сухая кожа Это хорошее увлажнение для любого типа кожи Вот, на сегодня это все С вами был я, Марк Подписывайтесь на мой канал Не забывайте смотреть предыдущие видео И также заходите в мой инстаграм Я надеюсь, что мы увидимся совсем скоро Меняйте себя И мир вокруг вас изменится Пока-пока